На американском рынке стартовали продажи нового электрического кроссовера Lucid Gravity в версии Grand Touring 2026 года, настоящего монстра на колесах. Это действительно крупный автомобиль, внушительный внешне и не менее впечатляющий по возможностям. Gravity предлагает серьезную техническую начинку. Мощная электрическая установка обеспечивает как высокую динамику, так и комфорт на любом покрытии. И все это в фирменном стиле Lucid, с вниманием к деталям, минимализмом в дизайне и передовыми технологиями в салоне. И самое интересное, в 2026 году американская новинка планирует покорить европейский рынок. Готовясь к премьере своего первого кроссовера, компания Lucid показывает, как интенсивно испытывают этот автомобиль на прочность. Создать машину, которая выдержит не один год езды в реальных условиях, дело не из легких. Именно поэтому Lucid, как и традиционные автогиганты, производят комплексные испытания на специальных тестовых площадках. Здесь они проверяют, сможет ли новинка без проблем пройти все трудности многолетней эксплуатации. От бездорожья до ежедневных вызовов с выбоинами, грязью, морозами и солнцем. Это настоящее испытание на выносливость и надежность. Так что же такое этот Гравити? Это, как уже говорили, довольно большой автомобиль. Его длина целых 5030 мм, ширина почти 2 метра, а высота достигает 1656 мм. Колесная база 3035 мм. Кроме того, кроссовер еще и тяжелый, снаряженная масса варьируется от 2680 до 2740 кг, в зависимости от комплектации и оснащения. Чтобы обеспечить поразительную динамику, кроссовер оснастили полным приводом и двумя электромоторами, которые вместе выдают 828 л.с. и 1233 ньютон метрокрутящего момента. Разгон с места до 100 км в час занимает 3,5 секунды. Согласитесь, это очень быстро. Правда, такая мощность – привилегия топовой версии Grand Touring, первой появившейся в продаже. Но уже ближе к концу года ожидаем появления версии Touring, менее мощной, но все равно интересной. Хотя точных характеристик пока не раскрывают, инсайдеры предполагают, что и у нее будет полный привод и около 620 л.с. под капотом, аналогично седану Lucid Air. Все версии кроссовера получили батарею на 123 кВт-часа. Это совместная разработка специалистов Lucid и Panasonic. Кроссовер построен на 900-вольтовой платформе с пиковым напряжением 926 В, что позволяет заряжаться очень быстро. Максимальная скорость зарядки – 400 кВт, но это на супермощных 1000-вольтовых зарядках. А если зарядка оборудована на 500 В, тогда до 225 кВт, что тоже очень неплохо. Компания говорит, что в идеальных условиях Gravity может добавить около 320 км запаса хода всего за 11 минут зарядки. В топовой версии Grand Touring батарея обеспечивает запас хода до 724 км. По американскому циклу EPA – это один из лучших показателей среди полноразмерных кроссоверов. И все благодаря низкому коэффициенту аэродинамического сопротивления – всего 0,24. Для такого большого кроссовера это очень классный результат, ведь обычно этот показатель в этом классе не опускается ниже 0,25. Недавно компания опубликовала видео, где показали настоящие испытания кроссовера Gravity. Инженеры поставили себе серьезную задачу – за короткое время проехать на тестах 240 тысяч километров. И делают это через серии сверхэкстремальных испытаний, которые буквально доводят авто до предела, чтобы потом гарантировать – эта машина выдержит любые будни и сюрпризы на дороге. Известные автогиганты обычно делают такие испытания в самых экстремальных местах – пустыне, в Арктике и на сложных грунтовых дорогах, высокие температуры и даже проверяют на стойкость коррозии. Все, чтобы быть уверенными в долговечности своих машин. Некоторых молодых производителей, как Тесла, часто критикуют за то, что они меньше внимания уделяют тестам. Они ставят клиентов в качестве бета-тестеров, что вызывает вопрос о надежности и долговечности их авто. Люсид же стремится выделиться на фоне Тесла. Хотя первые модели Люсид Эйр тоже имели свои проблемы с качеством, компания работает над этим, усовершенствует свои подходы и делает все, чтобы создать надежный и прочный автомобиль. В своем видео компания показывает, на что способен Гравити. Он легко проходит каменистые и неровные дороги, уверенно одолевает ямы и выбоины, едет по песку, не боится жестких тестов подвески. А еще он тянет тяжелые прицепы и без проблем разгоняется на крутых подъемах. Вся эта уверенность за рулем – не случайность. Система управления задней осью работает как невидимый помощник. На трассе она добавляет точности и стабильности, особенно на высоких скоростях и в поворотах. А в городе превращается в настоящего спасителя. Маневрировать на узких улицах, заезжать на парковку с миллиметровой точностью. И еще одна крутая фишка – новые большие тормозные суппорты спереди и сзади, которые делали вместе с Брэмбо. Поэтому торможение здесь мощное и надежное. Для комфорта и стабильности здесь пневматическая подвеска с пятью режимами высоты. Максимальный дорожный просвет – 236 миллиметров, который можно снизить до 132 для лучшей аэродинамики на скорости и более удобной посадке. В базовой комплектации – адаптивные амортизаторы Бельштайн с однокамерными пружинами. Но если хочешь больше спорта и регулировок – пакет Dynamic Handling за 2900 долларов, где амортизаторы уже трехкамерные. И вы можете менять жесткость и высоту подвески под свой стиль езды – от мягкой комфортной до спортивной жесткой. Lucid также тестировал свой кроссовер в суровых условиях холодной Аляски. Эти испытания были очень важны, чтобы проверить, как работает система контроля тяги, стабильности и торможения в сложных погодных условиях. И что интересно, стоило лишь чуть-чуть нажать на газ, как гравити мгновенно рвал вперед. Колеса не буксовали, а система, обрабатывающая данные аж тысячу раз в секунду, помогала кроссоверу буквально вгрызаться в заснеженную дорогу и держать полный контроль. К тому же этот кроссовер прошел и краш-тесты, и проверки безопасности. Правда, пока официальных результатов еще нет. Американский автомобиль имеет узнаваемый дизайн бренда. Гладкий, вытянутый кузов с плавными переходами и тонкую светодиодную оптику, соединяющуюся спереди и сзади. Особая фишка – разные колеса. Спереди стоят 20-дюймовые диски, а сзади – 21-дюймовые. Также можно заказать комплекты с 21 спереди и 22 сзади или 22 спереди и 23 сзади колесными дисками. Lucid Gravity принадлежит к классу полноразмерных семейных кроссоверов. Здесь емкий универсальный кузов, предлагаемый на 5 или 7 мест. С возможностью взять на борт 675 килограммов и прицепить жилой трейлер массой до 2720 килограммов. Также машина получила огромный передний багажник объемом 227 литров. В нем могут спокойно посидеть двое взрослых. Даже за третьим рядом сидений предлагается целых 595 литров багажного пространства, а если сложить второй и третий ряды, то объем увеличивается до 3 140 литров в 7-местной версии и почти 3400 в 5-местной. Lucid не новичок в роскоши, а ихний кроссовер отлично подкрепляет эту репутацию благодаря просторному салону, отделанному модными стильными материалами. Кстати, трехрядная компоновка салона также доступна либо с цельным диваном второго ряда, либо с парой капитанских кресел на 7 или 6 пассажиров. Первый ряд сидений предлагает функции массажа, обогрева и вентиляции. На втором ряду можно также разместиться с особым комфортом, благодаря удобным сидениям и персональным столикам. Ну а еще дальше, на третьем ряду, производитель обещает достаточно простора. В результате на всех трех рядах могут с комфортом разместиться взрослые, а доступ упрощается за счет широко открывающихся боковых дверей. Фактически, задняя дверь открывается на целых 90 градусов. У автомобиля пол очень низкий, а сидения третьего ряда складываются и полностью исчезают в заднем вещевом отсеке, как в минивене. Из-за небольшой высоты аккумулятора сидения среднего ряда можно также сложить до одного уровня. Главным элементом передней панели является огромный 34-дюймовый изогнутый 6К OLED-дисплей, расположенный над рулевым колесом для лучшей видимости и более полного использования доступного пространства. Сам руль имеет приплюснутую форму сверху и снизу, поэтому его верхний край не закрывает экран. В середине расположился дополнительный 12- и 6-дюймовый OLED-дисплей. Его нижний край содержит физические кнопки для управления климатом в салоне и расположенный в центре ролик регулировки громкости. Ниже находится огромная настраиваемая центральная консоль. Новинка предлагает проекционный дисплей. Это больше, чем просто проекция скорости и других объектов, поскольку она включает сигналы дополненной реальности. Лазерная система этого автомобиля способна проецировать линии дорожной разметки и контуры впереди идущей машины даже в условиях ограниченной видимости, будь то туман или сильный дождь. Система также указывает вам на поворот, подтверждает, что вы находитесь на правильном курсе и готовит вас к следующему. Все это работает на новой операционной системе Lucid UX3.0 – настоящий мозг кроссовера. А благодаря мощной начинке и обновлениям по воздуху, которые компания делает регулярно, кроссовер будет постоянно получать новые фишки и возможности и оставаться современным в течение долгого времени. И, конечно же, этот кроссовер, оснащенный передовым набором водительских помощников, включая полуавтономное управление второго уровня. Электрический кроссовер уже доступен для заказов в США и Канаде, но пока только в топовой версии Grand Touring, почти за 95 тысяч долларов. А вот версия Touring с меньшей мощностью появится на американском рынке только в конце 2025-го и будет стоить от 80 тысяч долларов. И это еще не все. Уже известно, что в 2026 году эта американская новинка доберется до Европы. Там планируют ее продавать по цене в районе 100 тысяч евро. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если хотите больше подобных обзоров, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о нашем сегодняшнем автомобиле и делитесь своим мнением. Всегда рады вашему мнению. До скорой встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok